Сегодня буду рассказывать тему, исследованием которой я занимаюсь уже достаточно долго. На экране вы уже видите содержание материалов. У нас сразу же скажу, что есть книга, методика на 500 страниц. Основные вещи я буду сейчас из нее рассказывать. Кому будет интересно, будет в конце ссылочка, где вы сможете ее приобрести. Суть заключается в том, как построить именно работу с дизайнерами, для того, чтобы дизайнеры выбирали вас, и для того, чтобы они представляли ваши товары, ваши услуги, и вас лично, как надежных поставщиков, подрядчиков, клиентов. Есть две большие категории. Категория номер один – это работа с дизайнерами. Категория номер два – это работа с клиентами окончательными. Я хочу, чтобы вы точно поняли, что это два типа клиентов, две большие группы даже, не типы, не группы, даже, может быть, целые планеты. Это совершенно абсолютно разные аудитории и разные истории. И вот кто-то написал, что я не хочу работать с дизайнером, и я на полном серьезе говорю, что не обязательно, и не всем имеет смысл работать с дизайнерами, вполне возможно сосредоточиться на финальных клиентах, если у вас это получается, если канал налажен, если у вас там все здорово и качественно проработано, и есть куда развиваться, вполне возможно, имеет смысл работать именно с клиентами, с физическими лицами, не с дизайнерами. Есть плюсы этого решения в том, что вы сосредоточены на рекламе на прямой, вы даете там рекламу конкретики, клиенты приходят и заказывают. Но есть, к сожалению, и минусы некоторые. Какие минусы? В том, что когда вы заказываете, вернее, когда дизайнер приходит, чаще всего на проекте они оказываются вперед поставщиков мебели, плитки, материалов, краски и всего остального. Особенно это касается бизнеса премиум сегмента. А напишите, пожалуйста, кто работает не только в эконом, но и в бизнесе премиум сегменте. Напишите, пожалуйста, сейчас в чате, чтобы мы понимали, у кого есть продукты для бизнес сегмента, как минимум, не только эконом. То есть понятно, что если вы продаете что-то дешевое, там, не знаю, краску эконом сегмента, ламинат, еще что-то, то, возможно, действительно с дизайнером-то не особо и нужно. Просто продаешь частником и все. А вот у кого есть, например, может быть техника какая-то, может быть сложные какие-то инженерные системы, может быть есть какие-то дорогие краски, да, они же дорогие, не потому что вам много денег хочется заработать, а потому что качество там есть какое-то определенное. Кто работает с бизнеса премиум, напишите, пожалуйста, бизнес либо премиум, чтобы было понимание, есть, да, премиум сегмент. Так вот, минус работы только с частными клиентами заключается в том, что не всегда есть возможность, вернее, чаще всего клиенты заказывают через дизайнера. То есть они сначала, в большинстве случаев, приходят к профессионалу и уже профессионал является неким проводником в мир вообще всего. И дизайнеру, как правило, он очень долго, его тоже на самом деле долго выбирают и как только он получает, ну, как называется-то, получает уверенность, вернее, клиент получает, что дизайнер молодец, да, соответственно, он ему доверяет и доверяет его мнению. Поэтому большой плюс работы с дизайнерами в том, что дизайнер может быть проводником. Окей, с этим разобрались. Минус, естественно, в том, что у него есть свои особенности, да, у него есть свои там какие-то закидоны. Конечно же, дизайнеры вообще бывают очень разные, вы с ними сталкивались. А давайте вы напишите, с какими особенностями дизайнеров вы сталкивались. Вот если вы уже работали, давайте назовем это не минусами, а особенностями, да, скажем так, что, может быть, вы бы хотели либо улучшить, да, либо что вы замечали, ну, непонятного, неясного, да, или что-то, что вы бы сделали по-другому во взаимоотношениях с дизайнерами, либо что вас не устраивает на данный момент взаимоотношениями с дизайнерами, ну, помимо того, что их мало, допустим. Напишите, пожалуйста, тоже очень интересно ваше мнение. В связи с этим мы сейчас поработаем. Так, я вижу, что есть ребята с премиум мебелью, премиум сегмент, отлично, мебель для бизнеса, есть, отлично, отлично. Давайте, включайтесь, пишите, какие особенности работы с дизайнером вы подмечали, что вы знали, что вы уже делали. Если дизайнер выбирает и советует мебель, материалы, плитку, все, что угодно, все, что вы продаете, логично, что он является для вас заказчиком. Вот это одна из основных вещей, ну, как заказчиком, то есть вы должны понравиться ему, прежде чем понравиться клиентам. Это, к сожалению, не всем очевидно, поставщикам и партнерам. Многие думают, что дизайнер, ну, вот, в общем-то он является заказчиком клиента, но не является, как бы, нашим. Вот это первое, что я хочу, ну, чтобы было понятно, четко, точно и ясно, что дизайнер волен выбирать себе партнера. Да, он, естественно, хочет надежного партнера, он хочет тоже денег заработать, он хочет, чтобы партнер не подвел, он хочет, чтобы продукт был хороший, и он хочет, чтобы сервис был хороший, да. Впрочем, как и клиент. И для того, чтобы дизайнер пошел вас презентовать, он, по сути, выбирает вас и ваш продукт среди рынка, среди подобных ваших коллег, да, либо бывает даже аналогов, то есть он может, в принципе, даже, если он предпочитает один материал и другой не хочет выбирать, он спокойненько переубедит клиента. То есть у него есть некая власть, если вы работаете, вернее, если клиент работает с дизайнером, и надо понравиться в первую очередь дизайнеру. Это может нравиться, это может не нравиться, ну, то есть вам, вы можете быть с этим согласны, может быть, не согласны, но согласие с этим принципом и понимание этого принципа просто приносит деньги. Почему? Потому что как только вы понимаете, что вам надо понравиться конкретному специалисту, это дизайнеру, то есть это тип, да, некий, тип клиента ваш, отдельный, отдельная аудитория, Это позволяет понять, какие есть типы этой аудитории И понять, как в дальнейшем можно с ними взаимодействовать Для того, чтобы закрыть их страхи, возражения, потребности Ну это стандартный получается маркетинг То есть в принципе тут ничего такого сложного и какого-то детального нет То есть пока, надеюсь, все понятно Если мы к этому приходим, к этой логике То наша задача какая на данный момент? Я вижу комментарии, сейчас я поотвечаю Наша задача очень простая Нам надо понять, первое, какие типы у нас есть клиентов из дизайнеров Какие у них страхи, хотелки, какие у них желания Что они хотят и как нам соответствовать тому, что они хотят Как нам по сути нужно выделиться среди своих коллег-конкурентов Чтобы дизайнер выбрал именно вас Чтобы он вам доверял и чтобы предлагал клиента Это не всегда деньги Но это чаще всего всегда что-то интересное, какие-то решения И чаще всего это безопасность Потому что дизайнер точно, у него есть инструменты Я вам гарантирую это абсолютно точно Есть инструменты убеждения клиентов, что нужно купить что-то одно, а не купить другое Он точно сможет это сделать Если у него будут эти материалы, если у него будут эти инструменты Несколько базовых позиций, чтобы вы точно понимали Позиция номер один Можете, кстати, даже конспектировать, записывать Это очень полезно будет Позиция номер один Не все дизайнеры одинаковые Есть пять типов Для чего я это сейчас говорю? Для того, чтобы вы понимали, что каждому типу дизайнеров На каждом карьерном росте нужна своя помощь Это тоже очень важно понимать Почему это вам нужно понимать? Зачем вам, казалось бы, это знать? Зачем в это лезть? Очень просто Потому что есть дизайнер-студент Кто такой дизайнер-студент? Это тот, кто еще не умеет ничего делать Он еще учится Такие дизайнеры есть Плюсы их в том, что они вообще ничего не знают Вы можете быть первой компанией, с которой они познакомятся Каким-то образом Не важно, это могут быть выступления, такие вебинары Я думаю, Света вам предлагала, в том числе, участие Ну, многим из вас Участие в дизайнерском сообществе с какой-то презентацией Многие не понимают, как это делать Но важно хорошо, правильно рассказывать о своей продукции Обучая дизайнера То есть дизайнеры-новички очень любят обучаться Если вы первые познакомите их с своей продукцией Соответственно, это будет большой плюс в дальнейшем Когда он возьмет проект Есть еще одна неочевидная вещь Тоже она здесь описана Вторая позиция – это дизайнер-новичок Это тот человек, который только-только берет проекты И вот он только-только начинает Он находится в такой же ситуации, как студент Только у него уже не обучение У него уже идет некая практика В чем особенность первой и второй категории? Я вам точно скажу Вы, может быть, этого не знали Может быть, и не узнаете Но я вам точно скажу Я сам это проходил Первая и вторая категории Так складываются обстоятельства Что каким-то образом у этих людей могут быть клиенты Более того, у них могут быть премиум клиенты Это абсолютно точно Один из первых моих проектов Был именно премиум сегмент Я просто не знал, что нельзя делать сразу же премиум клиентов Я думал, ну то есть Мне никто не научил, что сначала нужно делать Однокомнатные квартиры, потом двухкомнатные После того, как ты сделал бабушке, дедушке, соседям Только после этого ты можешь уже во взрослую жизнь идти У меня и у других моих коллег С которыми я знаком лично Которые приходили к нам на дизайн-конференцию Прям девушки говорят Вот, мне дали большой премиум сегмент Почему? Потому что я знаком, а я кого-нибудь Просто меня знают по знакомству И как это не парадоксально Люди, клиенты с деньгами Подтвердите, кто с таким сталкивался С нелогичным поведением богатых людей Людей с деньгами Они выбирают не потому, что я лучший дизайнер А потому, что просто они меня знают Либо кто-то посоветовал Так вот, очень часто новичков и студентов Просто им достаточно руку поднять и сказать, что Я занимаюсь дизайном И там кто-нибудь скажет, что вот у меня дочка занимается дизайном А мама что-то нарисует И я сталкиваюсь с этим постоянно Вот буквально в прошлом месяце мы делали проект Тоже по рекомендации Там был очень богатый клиент и объект И у него был ребенок, ну как был, есть И они ему делали там целый дом Как игровую зону Очень-очень вот такие вещи тоже используются Плюс тоже в прошлом месяце мы делали две игровые комнаты Для стриминга, знаете, что это такое? Это когда на компьютере играют и все остальные там смотрят Вот, для стриминга два тоже молодых парня Они, ну дети еще, да Они делают все такие комнаты Вот, и родители тоже им делают Вот, соответственно, они чаще всего выбирают Вот примерно как-то вот так вот Неправильно думать, что у начинающих дизайнеров Это инвестиции То есть обязательно нужно налаживать связи И я лично помню, когда я работал с компаниями С теми компаниями, с которыми я познакомился еще 10 лет назад Там в начале своей практики Мы до сих пор работаем Почему? Потому что в какой-то момент Они мне оказали поддержку в этом вопросе Они меня не подвели И у нас там получилось все нормально Я до сих пор их помню Поэтому одна из стратегий Это заранее проводить какие-то мастер-классы Вебинары, рассказывать о своей продукции Обучать, делать выучающие материалы Как это делать, сейчас тоже расскажу Как вам такая идея? Сталкивались с такой темой? Это я не говорю, что это единственная стратегия Это только просто как бы понимание, что так тоже можно делать Вторая часть Вторая часть Вернее не вторая часть, а третий тип дизайнера Вот это третий и четвертый тип Я думаю видно Концепт дизайнер и дизайнер-перфекционист Это самые основные у нас наши покупатели То есть если первых, наверное Первый, второй это 20% от общего рынка Но они перспективны То третий, четвертый Это наверное Ну сколько там остается В общем изобретатель наверное еще 10-20% И концепт дизайнер и перфекционист Наверное 60-7 сколько остается процентов То есть большой-большой такой кусок рынка. И нам нужно понимать их особенности. Почему это важно? Потому что изобретатель очень сильно отличает, вернее, простите, концепт-дизайнер очень сильно отличается от перфекциониста. Это абсолютно разные модели поведения. И когда менеджер общается с дизайнером, очень важно раскусить его, кто он и что ему важно. Объясню очень кратко. Концепт-дизайнер – это дизайнер, который рисует 3D-шечки. То есть он рисует сначала образ, он не подбирает что-то конкретное. Ну вот я нарисовал комнату, то есть какой-то там будет кирпичик. Вот там сзади, видите, кирпичик и сзади вот какая-то лампа. Когда я рисовал, я, кстати, являюсь как раз-таки концепт-дизайнером. У нас так студия работает. Мы сначала нашим клиентам презентуем идею и только потом наполнение. То есть я когда делал, я не знаю, видно, не видно, я не знал, какой тут будет стол, я не знал, какой тут будет стул, я не знал, какой здесь будет комод, не знал, какая здесь будет лампа и какой здесь будет кирпичик. То есть именно какой. Либо он будет покупной, либо он будет конкретный какой-то. То есть мы сначала рисуем некий образ, исходя из бюджета, исходя из понимания, а потом уже по магазинам подбираем. Есть дизайнеры, абсолютно по-другому работают. Они сначала подбирают общую атмосферу, вообще всего, а потом уже только делают концепцию. Вернее, не концепцию, а уже картинки делают. После того, как они выбрали лампу, выбрали сочетание стола, стульев и всего остального. Это абсолютно разные подходы. Почему это важно знать? Потому что общение с этими людьми, коммерческие предложения и вообще в целом диалог, он будет абсолютно разный, потому что у них разные задачи в жизни. Задача первого, то есть кто рисует концепцию, максимально убрать от себя какие-то заботы, связанные с вашей темой. То есть если вы продаете, допустим, давайте мебель, да, вот вы мебель продаете. То есть мне идеально нарисовать эскиз, вам отдать, и чтобы вы променеджерили весь процесс самостоятельно и сделали бы так, как я бы сам сделал. Это не потому, что я ленюсь там, да, или не хочу чертежи отрабатывать или еще чего-то. Потому что на данный момент моя работа, я считаю, закончена, с клиентом мы договаривались лично именно об этом. У меня в контракте не написана детальная отработка мебели, понимаете? И задача уже моя будет с вами мебель отработать, если клиент мне закажет комплектацию. То есть у меня есть тоже понимание системы комплектации. Клиент может заказать, а может не заказать. Если клиент мне не платит и не заказывает визуализацию, а только заказал 3D-модель, то я его, естественно, отправляю к вам, и вы должны его встретить нормально, хорошо провести и полностью обеспечить сервис. С другой стороны, если мне клиент, наоборот, платит за комплектацию, и либо я являюсь там перфекционистом, то есть я хочу детально отработать все. То есть мне важна каждая детализация, что там внутри. И я сам хочу погружаться в ваше производство, сам хочу выбирать профиля, сам хочу выбирать материалы, все-все-все соединять. В этом случае, наоборот, мне не нужно, чтобы вы там креативили, мне нужно, чтобы вы мне предоставили максимальный ассортимент всего того, что у вас есть, и из этого ассортимента я буду выбирать, а ваша задача уже будет быстро реагировать и делать. То есть мы работаем в тандеме, в такой вот общей составляющей. Кроме того, еще, если я, допустим, начинающий, и вдруг мне поступил заказ, я могу вообще ничего не знать о том, как правильно делать. То есть вы не должны ни в коем случае на меня злиться еще, да? То есть очень часто я встречаю такие комментарии, опять же, они там в лицо не говорят, не говорится, но в фейсбуке там везде пишут, что вот дизайнеры совсем там где их учат, ничего они не умеют, вот они приходят ко мне и не знают, как надо работать там с мебелью, с красками, с плиткой, еще с чем-то. Может быть, вы сами с таким сталкивались, ну, наверняка, да, сталкивались с дизайнером. Так вот, очень важная мысль. Неважно, считайте, что к вам пришел клиент, и он имеет право ничего не знать. Это ваши живые деньги. Соответственно, внутри вы должны быть очень чуткими, очень понимающими, потому что если вы хотите взять заказ, вы либо его берете и работаете по стратегии с дизайнерами, по которой они хотят, либо отказываетесь от них и говорите, слушайте, ребята, мы с такими не работаем. И не паритесь тогда ни себе мозг, ни дизайнерам. То есть работаете с кем работаются. Вот как вот у нас сегодня кто-то заявил, сказал, я вот с дизайнерами не хочу работать. Отличный выбор, супер, но тогда, ну, как бы и не нужно, скажем так. Но если вы решаете работать, то тогда уже надо работать, понимая их психотипы. Так, окей, с этим мы вроде разобрались. То есть эта позиция понятна, напишите, понятно, непонятно. Если есть какие-то вопросы по этой теме, мы пока и пойдем дальше. Так, проводим для студентов, обучающих мастер-классы. Плитка. Отлично. Да, я сейчас еще расскажу, как мастер-классы проводить. Интересно вам, как мастер-классы крутые сделать, чтобы они прям работали и уго-го как взрывали. Модель. Модель проведения мастер-класса офигенного, такого прям правильного. Так, найти нового дизайнера легко, трудно наладить контакт. На звонки неохотно отвечают, на email совсем не отвечают. WhatsApp также не отвечает. Обратной связи совсем нет, увы. Отлично, это нормально. Почему нет обратной связи и всего остального? Потому что дизайнеры заняты своим делом. Сейчас мы переходим к следующей части. Сейчас я расскажу, что с этим делать. Смотрите, сейчас еще одна позиция, следующая. После того, как мы поняли, что есть разные типы. Если мы поняли, что разные типы есть, то нам нужно понять, что их объединяет. Объединяет всех дизайнеров примерно одно. Все дизайнеры хотят 3 или 4 вещи. Давайте сейчас перечислим. Первое. Давайте напишите, что хотят дизайнеры. Как вы думаете, какая задача дизайнера? Вот давайте вместе подумаем, что хотят дизайнеры больше всего от взаимодействия с вами. Давайте, пишите. Первое. Что хотят дизайнеры от взаимодействия с вами? реализации проекта отлично да чтобы все было сделано чтобы клиент не потерпел неудачи чтобы дизайнер был в глазах клиента тоже красавчиком чтобы вы были молодцы чтобы все получилось так как задумано да то есть это именно как безопасности сделки что все будет хорошо то есть надежность отлично супер молодцы кто у нас пишет гость фотки да кстати второе действительно фотки признания слава тоже очень хороший критерий молодцы информация нет информацию дизайнер не очень хотят ну то есть просто сама по себе информация не ценно поэтому не надо на часть сразу не просто так это спрашиваю я сразу же мы сейчас креативим какие темы у нас могут быть на наших выступлениях не надо давать дизайнер информация информация ему не нужна ему нужно 1 правильно вот сказал кто-то там реализация проекта гость да сервис тоже непонятное слово давайте более конкретно вот реализация проекта да второе бонусы деньги да абсолютно точно операционное предоставление информации сервис да вот это уже более понятно да согласен 3 точные сроки ok надежность ok быстро коммуникация ok молодцы смотрите в принципе это неважно любой клиент хочет примерно одного и того же есть четыре основные показателя они делятся у нас на желание то есть первое это прагматические вещи все что у нас касается денег либо потерять либо заработать ну выгоды некие то есть дизайнер тупо хочет заработать он хочет чтобы вы ему заплатили агентского изнаграждения по договору поэтому у нас есть глава номер восемь да вот в книге здесь соответственно рассказано как сколько ему платить в какой последовательности каким образом это делать то есть реально просто деньги нужны почему потому что дизайнер вот агентский договор дизайнер работает тоже за деньги и он тоже хочет их получить это нормальное решение то есть нормальная идея получить деньги но чтобы получить деньги надо получить правильно когда мы говорим о деньгах давайте сразу же первое что нужно предоставить на выступление в общении где угодно вы говорите примерно следующее что да мы платим агентское вознаграждение кстати дизайнеры много сильно не хотят они как правило хотят ну, около 10% от стоимости, это нормальная, как бы, сумма, и эта сумма закладывается, ну, в работу. Есть исключения, допустим, от окна, там, пластиковые, например, либо деревянные, где, ну, либо там, большой опт, где цена контракта очень большая, и там, как бы, маленький процент, там, 2-3% от общей суммы тоже имеет место быть, да, ну, то есть, там очень сильно генпотребщик еще отжимает, это на коммерческих объектах бывает, на частных, в принципе, 10% нормальная история. Вот, очень важно, чтобы эти деньги были защищены агентским договором. Агентский договор заключается либо ваш, либо есть шаблон агентского договора, конкретный, можете его взять из книги, из этой, использовать, поменять там свои реквизиты, построить какие-то свои условия определенные, и уже конкретно использовать. По агентскому договору вы платите дизайнеру деньги, и он должен быть защищен, что вы ему точно заплатите, там, вне зависимости от того, что там дальше произойдет. То есть, после того, как законные основания возврата средств клиенту уже будут пропущены, ну, допустим, если вы продаете изделие не на заказ, а что-то отгружается, там 14 дней. Если на заказ, то там уже сразу же, в принципе, дизайнер хочет получить свои деньги как можно быстрее. Подумайте, как вы можете это обеспечить, и, соответственно, чем лучше вы сможете это придумать, дизайнеры будут довольны. Как это сделать, это все индивидуально, это разрабатывается кому надо, можете взять консультацию у меня индивидуально, я разработаю финансовую модель работы для вашей компании, потому что тут индивидуально. Более общее есть в книге. Первое, деньги, да, прагматические вещи, как заработать. Второе здесь же, как не потерять, как дизайнер может не потерять. Дизайнер, в принципе, не особо потеряет, потерять может клиент. То есть, как экономить, да, то есть, как с помощью вашей продукции сэкономить деньги клиенту. Вот это тоже очень полезная часть. Если вы покажете в вашей презентации, либо в ваших продающих материалах, либо в ваших кейсах, как дизайнеры зарабатывали с вами деньги, другие дизайнеры зарабатывали с вами деньги, как клиенты не теряли деньги при общении с вами, то это будет очень полезный пункт номер один, ваша презентация. Записывайте себе пункты презентации, только это должно быть у вас именно в вашей, когда вы выходите презентовать. Не надо о себе рассказывать, надо рассказывать о клиенте. Понятна эта идея, то есть как с деньгами не потерять, либо как заработать. То есть как дизайнеру заработать, а клиенту не потерять. Как это сделать, ну придумайте, у вас там много вещей. Хорошая вот подсказка будет вам, это показывать кейсы. Как другие дизайнеры уже работали, кейс, и сколько заработали. Особенно если другой дизайнер даст отзыв. Как это сделать, ну провести нормальный проект, записать камеру, снять на видео, снять фото, взять отзыв, разместить. В принципе реклама ваша может быть примерно такая. Как дизайнер из Москвы, Маша Петрова, заработала там с нами столько-то денег, либо реализовала такой-то проект, либо сэкономила клиенту столько-то нервов и столько-то дней, или столько-то денег. Либо как мы вот выкрутились из сложной ситуации, не потеряли денег и все вместе заработали. И вот типа читай кейс. Вот вам готовый лид-магнит, вот вам готовый материал на то, что можно будет даже привлекать всех дизайнеров. Любой дизайнер, каждый дизайнер захочет это прочитать. Если у вас там что-то внутри разумное. Понятная идея? Окей. Напишите, кому понятно близко эта тема, чтобы я тоже понимал, как она заходит, не заходит. Если вопрос есть, задавайте. Я сейчас вам рассказываю, что должно быть в презентации для дизайнера сразу же. Что нужно показывать, что он будет читать, чем привлечь внимание. Вы спрашиваете, как привлечь внимание. После прагматики идет тема с социальными доказательствами, с желанием сделать интересное что-то, желанием быть лучше в глазах клиента, лучше в глазах других дизайнеров, лучше в глазах других профессионалов, лучше в глазах себя. То есть придумать что-то интересненькое. Здесь все, что относится к теме лучше, быстрее, развитие, саморазвитие. То есть подумайте, как с вашей продукцией можно, ну или с вами лично дизайнер может стать лучше, новое изучить, новое применить, повысить свой качественный уровень, то есть стать более крутым и показать это в принципе даже другим людям. То есть показать другим людям, что он стал лучше, либо клиент тоже может показать другим, как он с этим дизайнером стал лучше, либо как, скажем так, можно синергию такую придумать, как и поставщик стал лучше, и дизайнер стал лучше, и клиент стал лучше. Обычно это все коммуницируется в публикации, например, да, в какой-нибудь, то есть можно так придумать. То есть способов на самом деле много, это не обязательно только публикации в журнале, это может быть интервью, это может быть видео с объекта, это может быть кейс-история, это может, ну я имею в виду запись какая-то, это может быть совместная пиар какая-то акция. У нас была конференция, к примеру, и у нас один из поставщиков взял дизайнера, который у него постоянно покупала продукцию и назначил спикером. То есть дизайнер может быть спикером на вашей конференции, либо спикером ваше выступление. То есть не обязательно самостоятельно рассказывать вашим потенциальным новым дизайнерам, можно нанять дизайнера за очень, ну не очень большие деньги. Можно, в принципе, и бартером договориться, да, как-то, либо просто за славу, то есть если дизайнер хочет стать лучше, то вы можете, в принципе, ну пиарить его, устроить фотосессию, оплатить фотосессию, платить публикации в журналах и так далее. То есть подумайте, каким образом вы сможете с вашей продукцией, с вами лично, чтобы дизайнер был в глазах других людей более крутым. Вот это вторая тема на подумать. Понятная идея? То есть социальная вторая часть. Как в сообществе дизайнер будет чувствовать себя лучше с вами? Как уже внутри это делать? Естественно, это каждый конкретно случай, да, то есть с плитками это одно может быть, с мебелью это второе, с красками это третье, с чем еще там, с паркетом это четвертое. Но принципы одни и те же. Понятная общая идея? Если да, то ставьте плюсик. Еще бы дизайнер выступал хорошо. Возьмите того, кто хорошо выступает, это его ответственность выступать хорошо. Вообще выступать хорошо это тоже технология. Мы когда на дизайн конференции у нас выступают, ну вот я не знаю, вы видели или не видели, у нас есть дизайн конференции, с Светланой Кулаковой мы делаем, диалог агентством, и там у нас есть в том числе поставщики. И у нас есть перед, и дизайнеры, да, соответственно, те, кто никогда не выступал, и перед конференцией накануне я провожу мастер-класс, тренинг, где примерно за минут 20-30 мы ставим практически любого выступления. Как мы ставим выступления? Очень просто. Я говорю, подготовьте свою презентацию, то есть если у вас сейчас есть презентация, я быстро ее готовлю вам практически на ходу, говорю, что там надо сказать. То есть презентация одна и та же, важно акценты подстроить так, чтобы было интересно. И моя задача быстро сделать эту презентацию. Поэтому вы можете по шаблону построить презентацию, а уж, извините, по шаблону может любой рассказать. Если ты даже не умеешь, ты можешь, ну, выучить, да, мы же учили все в школе даже стихи, примерно точно так же. Здесь не надо наизусть, ты можешь по плану, у тебя же тут все показано. Поэтому вопрос не в том, как кто рассказывает и умеет говорить, а именно что говорит. Потому что если я буду выходить и даже на сцену и буду запинаться даже и как-то не очень это активно рассказывать, конечно, да, это будет плохо. Но это будет лучше, чем я буду рассказывать, какие мы прекрасные, чем, но очень красноречиво, да, чем я буду рассказывать, даже бубнить, но буду рассказывать про клиентов, то, что я сейчас говорю. А если два в одном и про клиентов, и про их пользу, и про, и качественно, я имею в виду, эмоционально, то это вообще будет отлично. Так, окей, второе. Третье, это эмоционально. Но здесь вот то, что коллеги говорят, это то, что нужно заряжать энергией и оптимизмом. То есть третья составляющая, это тупо харизма, энергия, оптимизм, чтобы ничего не тухло, да, а было максимум на подъеме, чтобы было просто тупо интересно слушать. Зажигать. Вот это вот важный тоже параметр. Соответственно, когда вы выступаете, либо когда вы несете, вы не должны отправлять, обзванивать дизайнеров, либо писать каких-то менеджеров унылых за 15 тысяч рублей удаленщиков, которые уже 10 тысяч раз пытаются сегодня позвонить, и у них не получается, их все посылают. Надо нормально вменяемого человека звонить и предлагать ему нормальным, хорошим голосом, чтобы было понятно, что там уверенный человек. И не давайте с вами сотрудничать, предлагаемое взаимовыгодное сотрудничество, не так. Так нельзя делать ни в коем случае. Разузнать заранее о дизайнере, позвонить, если нужно сказать, я вам звоню по такой-то причине, посмотрели, например, проект такой-то, я вижу, вы занимаетесь, ну, допустим, частными домами. Вижу, что вы покупаете, давайте что, паркет, например, покупаете. Вот, у нас есть, у нас там тоже производство паркета, и мы отличаемся. Чем мы отличаемся, сказали, у вас должна быть упаковка. У нас есть специальное предложение, по прагматике пошел. Мы готовы гарантировать, пошли по безопасности, да, по социальной теме. И показывайте, у нас есть, допустим, акция, например, какая-то сейчас, там есть какие-то специальные условия, специальные предложения. Вы должны конкретно это сказать, сделать и предоставить именно по телефону. Так, чтобы человек сказал, в целом, мне интересно, присылайте, посмотрите. То есть, вот это первый шаг, сделать это надо достаточно уверенно. У меня в книге, вот, энциклопедия комплектации, есть конкретно целый раздел, последний, 12-й или какой-то 13-й. Да, вот, что дальше, что конкретно делать. Здесь прям скрипты даны, как конкретно с человеком поработать. То есть, что нужно ему сказать. Главное, не что, вернее, не только что сказать, но и как это. Это эмоционально должна быть нормально, в общем, рассказано. Плюс, когда с человеком приятно общаться, когда есть личный контакт, личное общение, то человек покупает у человека, да, соответственно, если вы молодцы, ненавязчивые и очень такие активные, адекватные люди, то будут покупать у вас просто потому, что с вами приятно. Не потому, что самые лучшие цены, самые лучшие условия, самые лучшие продукции, а просто тупо менеджер нравится. Это очень часто бывает, очень часто. И точно так же работает человек для человека и с клиентом, и, ну, везде. То есть, наши отношения, они всегда важны. Поэтому третья составляющая, это показать, что вы нормальный, адекватный человек, что с вами можно договориться, что вы никогда не подводите, не обманываете, не заявляя, что мы надежные. Это бестолковые утверждения. Нужно показать примером, либо кейсом, да, каким-то, где была сложность, и вы не подвели. В этом плане может быть, например, какая-то история, что да, были сложности при укладке этого паркета, да, привезли там что-то покоцанное, либо кошка там походила. Несмотря на то, что клиент не, как бы, несмотря на то, что это не наша задача, мы все равно там взяли на себя лишнюю ответственность, допустим, убрали там что-то лишнее, либо постелили, например, либо что-то неучтенное сделали, и вот это именно дало там тот эффект, который в итоге вот вы видите в журнале напечатанный. Да, были сложности, но мы с ними справились, потому что мы считаем, что наш принцип такой, что клиент должен быть всегда доволен. Это уже говорит не абстрактно, что типа с нами надежно, а вы говорите конкретным примером, кейсом, что вы сделали что-то для другого клиента, и по этому кейсу клиент понимает, собственно, что происходит и что вам можно доверять. Не выговорить, что нам можно доверять, вы просто рассказываете историю, клиент сам делает такой вывод. Это все тоже вы упаковываете в свою презентацию. Именно это будет интересно слушать дальше, после того, как вы заявите самые главные вещи, основные. Так, и четвертое – это безопасность. Ну, собственно, вот четыре основные вещи, я сейчас о них вкратце поговорил. Давайте еще раз перечислим. Первое – это прагматические вещи, как заработать и не потерять. Второе – это социальные, да, как быть лучше в глазах клиента, либо партнеров для дизайнера. Третье – это эмоционально, чтобы было приятно, интересный сервис. И четвертое – это безопасность, как сделать так, чтобы, ну, короче, вы не подвели, то есть максимально обезопасить там юридические какие-то вопросы, вопросы с косвенным доказательством, то есть когда дизайнеры вас посоветуют, да, чтобы не было ощущения, что вы можете закрыться, да, и что-то случится не так. То есть максимально обезопасить вот эту историю. Это делается с помощью упаковки. Вот. И, по сути, все, вся ваша презентация должна быть направлена, вот кто говорит, ну, не знаю, как сделать, чтобы слушали, не на вас. То есть в целом все, что дальше, все, что уже основное. Какая у вас компания, да, вот, какие у вас там регалии, что вы делаете. Это уже интересно просто после того, как вы продали основной интерес. Давайте я вам сейчас скрипт просто дам, как бы идеального, например, продающего какого-то выступления. Что это может быть? Как бы я делал, скажем так, если бы я продавал, что продавал? Ну, давайте в паркет, почему нет, вот мы взяли паркет. Или что? Давайте, напишите, что мне продавать. Кто первый напишет, то будет продавать. Какое мне выступление построить? Как бы я продавал, что? Окна. Вот, окна был первый. Сейчас на вопросы отвечу, про окна расскажу. Кто должен быть спикером, лицом компании, руководитель или наемный человек, если он уйдет в другую компанию? Не важно, кто спикер, вообще все равно важно, что вы несете в презентации. Хорошая презентация, она как бы выше, ну, выше всего. Если у вас директор или руководитель не говорит, это не обязательно. Вы можете нанять одного человека, второго. То есть важно, чтобы он нес именно суть. А суть, вот, работа собственника, это прописать суть. То, что я сейчас рассказываю. Никто это не сделает, потому что, ну, потому что это его ответственность. Он должен прописать, чем вы отличаетесь, к чему к вам приходить, стратегию и так далее. Финансовая модель, все это прописывает собственник. Бывает случай, что клиент ушел за менеджером? Да, конечно, бывает. Это абсолютно точно. Именно поэтому, потому что менеджера привязывают к себе. Очень легко им это сделать, благодаря хорошему отношению с клиентами. Именно поэтому эмоционально работает. Окей. Окна вот тут нам написали. Окна был первый, поэтому молодцы, кто у нас на чеку. Окей. А какие окна вы продаете, кстати? Какой сегмент? Эконом, премиум. Что у вас за окна? Напишите, чтобы было понимание. Что? Чуть-чуть поподробнее. Окна. Деревянные. Вот, отлично. Деревянные окна. Отличная тема. Хорошо. Если я хочу продавать деревянные окна. То есть, во-первых, кто покупает деревянные окна? Мне нужно понимать. Деревянные окна покупают, ну, скорее всего, не суперэконом. Да? Это может быть либо бизнес-класс, либо премиальный класс. То есть, скорее всего, это либо загородные дома, либо квартира, например. Да? Какого-то уже бизнес-уровня, например. Когда они покупают, я должен знать, что важно для клиента. То есть, какие характеристики, какие принципы, ну, вообще, почему клиент выбирает деревянные окна. Да? Потому что это может сочетаться красиво с интерьером. Например, если у тебя находится внутри качественная, ну, как какая-то мебель, да? Твои окна у тебя пластиковые, как бы никуда не годятся. Это просто, ну, по цвету, да? Они тактильно приятные, да? Допустим. Это просто уровень, да, такой, который нужен. Вот. Что еще? Потом они не в два там раза, например, дороже, чем пластиковые. То есть, в целом, как бы, есть варианты. Есть сосна, есть лиственница, есть дуб. То есть, есть разные варианты. Вот. У меня есть, как бы, некое понимание нашей услуги. Но, когда я выхожу рассказывать, то есть, давайте я сейчас буду придумывать тему для выступления. Я этого все не рассказываю на презентации. На презентации я должен рассказать примерно следующее. То есть, как с помощью наших окон дизайнер сможет заработать денег, получить комиссионные, да, свои, получить хороший кейс в портфолио, сделать так, чтобы клиент был доволен его работой и его услугами. Что для этого я делаю? Я выхожу на сцену, если мы говорим про презентацию, любое выступление. Говорю, ребята, мы производим окна. Мы компания, я не знаю, какая у вас компания, как называется. Напишите, кстати, вот, гость, что за компания. Значит, мы производим окна. У нас такая-то компания. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Вы удивитесь, но я хочу поговорить с вами не о окнах, а о нашей компании. Об этом вы можете почитать на сайте, подойти в буклетах, посмотреть. В принципе, я сегодня так начал. Я же сказал, что у меня есть книга. Вот, в принципе, то же самое. Я же вам не стал, вот я вам показываю, в принципе, книгу, и по книге иду, материалы. Но я вам постоянно, ну, не тыкаю, что, типа, вот вам надо ее купить. Кто разумный, сам с этим разберется. Примерно то же самое. И вы говорите. Вначале обязательно сказать, что у вас можно купить, но что говорить, вы будете не об этом, а будете говорить о клиентах. И я хотел построить презентацию таким образом, чтобы быть вам полезным. Я хочу сделать пользу сегодня для вас, чтобы у вас презентация об окнах была, запомнилась вам навсегда. Кому это в целом интересно? Да, нам интересно. Руки подняли. Супер. Значит, кто из вас дизайнер? Мы дизайнеры. Кто работает с премиум сегментом деревянные дома? Мы работаем с премиум сегментом деревянных домов. Там пять человек подняло. Остальные, допустим, новички. Вы говорите, окей, а кто бы хотел работать с премиум сегментом деревянными домами? Все остальные поднимают руку, потому что каждый хотел, не деревянными домами, а окнами, каждый бы хотел работать с домами, в которые ставят деревянные окна. Это не случайно. Мы умеем работать с такими клиентами. У нас там 50% клиентов, которые к нам приходят, и они понимают. Вы не работаете, наверное, почему? Потому что вы не знаете, что за клиенты и как их найти. Правильно? Правильно. Давайте я вам расскажу психологию клиентов, которые живут в таких домах, как они выбирают окна. На примере просто окон. И, возможно, такие же самые принципы вам подойдут для того, чтобы вы сами смогли продавать. Будет вам это интересно? Такие, окей, было бы интересно. Давайте послушаем. Дальше вы рассказываете. Видите, как просто опросом я нащупал боль. Боль какая всегда? Как найти клиентов? И вы говорите, чтобы найти таких клиентов, надо понимать, как они принимают решения. Дальше нужно соответствовать и дальше то-то, то-то. Вот, первое я выявил. То есть, первое, чтобы я рассказывал, я бы не о окнах рассказывал, а как мы, зная об окнах, умеем понимать, какие клиенты и как вы, как дизайнеры, можете получить таких клиентов. Дальше бы я сказал. Иногда к нам обращаются клиенты, и они вроде как приходят за окнами, но на самом деле им нужен дизайн. И мы в нашей компании, допустим, привлекаем дизайнеров тоже. То есть, мы и продаем окна, работаем с дизайнерами, но одновременно мы тоже даем клиентов. Вы же можете, ну, как бы тоже привлекать клиентов и давать их кому-то? В целом можете, почему нет? Если у вас там не миллион, ничего страшного. Может быть, у вас один из, один в месяц может быть, либо один в год. Это не важно. Вы говорите, да, у нас их не так много, это не постоянная практика, но в целом так бывает. Кому интересно получать от нас клиентов, мы как бы их тоже даем. Раз уж еще один крючочек. Следующая тема какая? Значит, что нужно рассказывать? Вы говорите, смотрите, для того, чтобы у вас заказывали клиенты премиум и бизнес-сегмента, дизайнерам вы рассказываете, все продолжаете. Значит, вы, первое, понимаете их психологию. Второе, у вас должна быть упаковка портфолио вашего, соответствие должно быть. Согласны? Согласны. Значит, давайте я вам расскажу, как правильно упаковать свою компанию, как правильно сделать так, чтобы клиент вас классифицировал как человека, либо специалиста, с которым можно иметь дело. Почему? Потому что клиенты сканируют и считывают дизайнеров. То есть, могут ли они или не могут. Будет интересно? Будет интересно. Окей, показываю. Дальше вы открываете на экране свою презентацию по окнам. И на примере своей презентации по окнам рассказываете, как вы правильно упакованы, значит, как к вам приходят. Говорите, первое, надо фотки. Фотки должны быть с описанием. Вот правильные окна, правильное описание. Вы, условно, меня простите, я рассказываю на своем примере, потому что мне это ближе. Но вы принцип поймите и сделаете точно так же для себя. Ну, примерно такая история. Вы понимаете, да, что такую идею вы можете растянуть на 5 минут, на 30 минут, на час. То есть, это можно как угодно растянуть. Вы можете углубляться в детали и показывать много детализации. Можете показывать мало детализации. Это не важно. То есть, важно что? Важно, чтобы продать идею, как слушать. И пока вы рассказываете клиентам то, что им важно, то, что им интересно, вы продвигаете свою тему. Как я сейчас делаю, чтобы вы тоже понимали. Смотрите, я пришел на выступление к вам, ну, потому что, ну, в принципе, мы хотим пообщаться, да, в том числе. Моя главная задача, чтобы вы услышали, поняли методику, чтобы наш рынок стал лучше. Но еще у меня есть задача очень простая, да. То есть, я хочу показать вам технологию, которая работает. Я говорю о том, что технологии есть в книге. В принципе, я сейчас вам привожу пример на книге. Кому будет интересно, тот ее купит в конце. Ну, то есть, как бы, двойной выигрыш. Вот примерно так же и вы рассказываете. Это единственная такая правильная технология. При этом я никому ничего не впариваю. Ничего не заставляю никого купить. Не хотите, не покупайте. Мне, в принципе, все равно. Просто приоткрываете пользу какую-то. Вот я же сейчас вам рассказал, полезная презентация была. Ну, в целом. Видимо, полезная. Ну, то есть, для кого-то, кто сможет применить. Типы дизайнеров есть. Я говорю, а еще там 50 тысяч позиций есть. Сколько там, 500 страниц есть еще в книге. Можете применить детально. Вот. И в целом вы строите презентацию, основываясь на желаниях клиента. Но внутрь этих желаний вы вставляете свои темы. Сейчас я отвечу на вопросы. Я вижу, есть. Задавайте пока. А я сейчас покажу просто, о чем дальше рассказывать, когда вы завоевали доверие. У меня здесь есть глава 6 и глава 7. Вот тут прямо инструкция конкретная. Вот посмотрите, пожалуйста. Когда же переходить, собственно, к продажам? Очень просто. У вас есть описание товара, продукта. Вот глава 6 видно, да, сейчас? И тут 20 позиций. Название, ключевая характеристика, плюсы, минусы, ограничения, модификации и так далее. Вот эта так называемая карточка, она уже должна быть отдана клиенту, который скажет, да, в целом мне понятно, мне интересно, мне нужны деревянные окна в мой проект. Я бы хотел ознакомиться с тем, чем ваши деревянные окна отличаются от других. Я бы хотел уже посмотреть конкретику. Можете мне прислать. И тут большая ошибка иногда совершается, когда говорят поставщики, что присылайте нам на просчет, мы вам все посчитаем. Это не всегда здорово, не всегда интересно. Почему? Потому что сначала, когда я начинаю работать, мне вообще в целом надо посмотреть, буду ли я заказывать деревянные окна, если я с ними не работал, я еще не знаю. Потому что может быть мне все-таки, ну, как бы клиент скажет, что у меня вот денег нет больше, я буду только вот в эту сумму вписываться. Второе, я не знаю, могу ли я, допустим, применять не... То есть чем отличается, например, сосна от дуба? Подойдет ли мне сосна, либо обязательно дуб нужно? Ну, а там цена в два раза или в три раза может быть отличаться. Еще какие-то моменты. То есть я не знаю нюансов. То есть, ну, например, я хочу о них узнать. Но более того, я хочу о них не только сам знать, я хочу презентовать это клиенту. От своего имени я хочу рассказать клиенту о вас. Что мне для этого надо? Для этого мне нужна вменяемая, внятная презентация. Потому что вас к клиенту я не потащу, и вашего менеджера не потащу, и его не потащу к вам в магазин, в салон. Почему? Потому что мы еще не выбрали, может быть, среди вас будут другие уважаемые тоже такие же коллеги, к которым мы пойдем. И перед тем, как идти, мне нужно сделать базовый обзор. И вот эта глава 6, то, что вы сейчас видите, это как раз базовый обзор не вашей еще компании даже, а в целом технологии продукта. Если вы описываете технологию продукта так, как здесь сказано правильно и детально, то я могу быть вашим агентом продаж для своего клиента. Мне это ничего не стоит. Я почитал, посмотрел это в вашей презентации. Окей, мне теперь все понятно. Вы там объяснили мне не рекламными лозунгами, а четким, понятным, простым языком, что для чего, как, почему, как ухаживать за окнами, сколько их там раз менять, подтягивать их надо, не подтягивать, будут ли там какие-то, не знаю, жучки-насекомые, либо все в порядке, сколько надо красить, если надо, как долго делаются. То есть я их могу компетентно сравнить. Я стал умнее только что благодаря вам. Я показал свою умность клиенту, что типа я компетентный, мне не нужно ходить там на какие-то лекции, я быстренько все прочитал. И я уже могу вас презентовать, потому что я что понимаю на данный момент? Я понимаю, что тот человек или та компания, которая внимательно понимает, что меня интересует, а в главе номер 6 я показываю, что конкретно интересует дизайнеров при сравнении. Мы, чтобы вы понимали, дизайнеры все равно делаем эту работу. Эту работу мы делаем, ну как за свой счет, мы пытаемся, звоним, пытаемся из рекламных материалов это вычислить. Для того, чтобы предоставить клиенту компетентный качественный анализ, мы этот чек-лист, то, что мы собираем по каждому клиенту. Понятна такая идея? Соответственно, подготовив этот чек-лист заранее и выдав этот чек-лист, например, после того замечательного выступления, возвращаясь немножко к выступлению, если вы выступаете на вебинаре, или если вы выступаете на каком-то мероприятии, то вы говорите, окей, это вот все я сейчас рассказывал для вас, как вы можете получить пользу. А кто хочет, допустим, упакованный материал по компании, кому это будет полезно, ценно, и вы с этим материалом сможете продать клиенту, заработать денег, и он убедится, что мы надежная компания, у нас есть методичка. Поэтому, кто хочет получить методичку, скидывайте телефон, либо скидывайте e-mail, мы вам дадим инструкцию, стратегию работы, допустим, по выбору, по монтажу, по исследованиям с деревянными домами, в котором вы узнаете 10 ошибок, 10 проблем, 5 решений и так далее. Кому это ценно? Всем будет ценно это, потому что только что вы им дали огромную пользу, и тут же вы дали ему методичку. Они скачают, оставят телефон, и потом уже можно звонить и говорить, опять же, не навязываясь, у дизайнера не всегда есть проект, но когда у них будет проект, они обратятся к вам, потому что у вас нормальное отношение и много бонусов, такие как фотофиксация, фотосессия, например, отзывы. В целом они помнят, они всю жизнь будут помнить об этом выступлении. Почему? Потому что это первая будет компания, которая будет рассказывать на выступлении не о себе, а о клиентах. Понимаете? Об этом суть. Вот сейчас я, ну сегодня я рассказываю, вообще я о себе ничего не рассказывал, я рассказывал только для вас. Скорее всего, это выступление будет как-то вам полезно, вы сможете его применить. Мне в принципе, ну то есть я бы мог начать, что вот какие у меня регалии, приходите к нам, давайте сотрудничать и так далее. Вот, но я этого не делал осознанно, потому что зачем мне это надо? Я знаю, что это и так будет работать, и это будет работать, если я принесу максимальную пользу. Все время, которое я сегодня истратил, я истратил на максимальную пользу вам. Это будет работать. Это работает у меня уже более 10 лет, постоянно мы практически не даем рекламу, и люди приходят именно потому, что понимают, чую суть. В принципе, вот это очень хорошая стратегия, потому что если мы работаем с клиентами финальными, то это чаще всего можно эмоцию включить, можно звонить. Если ты работаешь с профессиональными клиентами, дизайнерами, комплектаторами, то, соответственно, тебе нужно бить одновременно и эмоцию, и пользу давать. Причем пользу конкретную, а не что, давайте сейчас созвонимся, и потом вот мы вам посчитаем. Таких, как вы, допустим, которые считают, еще будет много, а таких, как вы, которые дают пользу и показывают уже карточки, это единицы, получается, история. Глава номер 7, это карточка компании, примерно то же самое, но уже не о продукте, а о вас. Здесь у нас речь идет о том, что тоже 20 позиций, о том, почему выбрать вашу компанию, почему вы не подведете. То есть, почему и как быть уверенным в результате работы с вами. То есть, вот, по сути, вы заполняете две карточки о компании и о продукте. Сначала дизайнер и клиент выбирают продукт, допустим, деревянные окна, а потом компанию, почему деревянные окна нужно купить именно у вас. И в этом случае получается большая польза в том, что мы выбираем и первый, и второй, это такой двойной удар, то есть две карточки получаются. Дальше на основе этих карточек вы готовите материалы, выступления и все остальное, и это является вашей такой стратегией для продвижения. Это если очень кратко. Максимальная детализация всего этого есть в книге, да, еще кто подключился недавно, еще раз покажу. Ссылку сейчас я дам. И кто захочет, может оформить, в принципе, приобрести. Теперь отвечаю на ваши вопросы, если они есть, а вот уже Света ссылочку прислала, да, можете регистрироваться и вам доставят по Москве и по России. Вопросы, если есть, жду вопросы, теперь любые, что не ответил. Я рассказал сейчас основную концепцию в целом, да, которая решает там много, вход дает вообще в целом в аудиторию, в работу. Все, что остальное, максимально детализировано в книге есть, либо, ну, индивидуальные какие-то занятия, если кто-то хочет индивидуально со мной поработать, можете тоже мне написать, оставить заявку. У меня есть в том числе индивидуальные построения отдела продаж и либо отдела работы с дизайнерами, мы умеем это делать по той методике, о которой я сейчас рассказывал. Сами пишем карточки компании, присылаем примеры, сами даем, то есть по-разному можно повзаимодействовать. Кому интересно, тоже обращайтесь. Теперь отвечаю на ваши вопросы. Ну, в принципе, наверное, что у меня все. Кому было полезно, ставьте плюсик, насколько понравилось, тоже будет здорово. Так, отвечаю на вопросы. Дили крупной компании в Нижнем Новгороде. Отлично. Насколько корректно говорить, со сцене о заработке дизайнера? Ну, это нужно согласовать, то есть в целом вы можете не называть его имя, то есть смотрите, о деньгах можно говорить, точно можно. Может быть некорректно презентовать именно этого дизайнера и сколько он заработал, это надо согласовать. Либо можно говорить, что этот дизайнер точно заработал, но не говорить сколько. Либо можно говорить, заработал точно столько-то, например, 50 тысяч, но не говорить, какой дизайнер. Либо, если вы согласовали, то можно и то, и то сказать, То есть это кейс. Это уже как договориться. В принципе, ну, такая тема работает и с клиентом. Важно, конечно же, просто так не рассказывать, потому что у вас условия договора, естественно, конфиденциальные. То есть либо согласование, либо как бы, вы говорите, был дизайнер, он заработал столько-то. Я дизайнер и часто презентации менеджеров унылые и продажные. Уже даже фуршет не интересен. Ну, естественно, потому что рассказывают о том, что купите у нас, пожалуйста, надо рассказывать о нашей пользе. А наша польза где прописана? В главе номер 5. Что нам интересно? Как с нами работать дизайнером? Написано в главе, какой номер 5, 4, да? Какие типы дизайнеров есть? Вот читаешь, изучаешь и прям что там написано, то и рассказываешь. Как по сотрудничеству с вашей компанией? Ну, начинается все с изучением того, как мы работаем. Заходите по ссылке, которую вот Светлана показала, сейчас еще раз даю. Оформляйте книгу, заявку на книгу оформляйте. После того, как оформите, будет написано, что она вам придет. Читаете, заполняете карточку компании. Я, кстати, первым заполнившим делаю дополнительную рекламу. Я делаю разбор вашей карточки, делаю на видео и заношу вас в базу надежных, условно надежных поставщиков, проверенных, как бы проверенных с точки зрения карточки. А дальше уже по вашим, ну, как бы по отзывам мы презентуем вас дизайнерам, кто уже дальше, как получится, какие отзывы будут, такие будут. То есть я, как бы за вас не ручаюсь, но я говорю о том, что человек, который составил такую карточку и работает по этой механике, по этой методике, либо компания, они как минимум поработали над собой. То есть как минимум они сделали усилия, потому что говорят, мы надежная компания. Мне звонят по телефону, говорят, мы надежная компания, как с вами поработать? Я говорю, купите книгу. Книга стоит 3000 рублей. Если вы надежная компания, у вас 3000 рублей нет, ну, значит, что-то с вами не так, значит, не совсем надежная. Ну то есть мне зачем тратить свое время и смотреть, что вы продаете мне Сначала сделайте это так, как хотят дизайнеры Я говорю вам, не я этого хочу, мне вообще все равно Я как бы на этом денег-то не зарабатываю Мне важно просто, чтобы дизайнеры хотят получать материалы так, как им интересно, как им правильно И не только я, я же не за себя вообще У нас в сообществе, сколько у нас, на конференции только тысячи дизайнеров Вот прошлое было Тысяча дизайнеров приходило И каждый дизайнер хочет получить такую информацию Как только я получаю такую информацию, я ее отсылаю, делаю рассылку Посмотрите, какой красавчик-поставщик То есть это для всех заходит То есть моя глобальная задача, чтобы все понимали, что хотят дизайнеры-поставщики И предоставляли им информацию не как они хотят сами, как им удобно кажется, расхваливая себя А полезными для дизайнеров Экономим время дизайнера, чтобы дизайнеры больше с вами зарабатывали Потому что сэкономленное время, когда я читаю вашу карточку Это заработанное мною время, которое я могу в дальнейшем просто презентовать вашу продукцию, услугу клиенту Вот что важно У меня такая идея, такая механика Ну как бы кто понимает, окей, кто не понимает, значит не понимает Тоже ничего страшного в этом нет Значит сотрудничать тоже точно не надо В презентации важно донести технически, а это Света пишет, окей, сторону вопроса, но дизайнерам это не интересно, хотя нужно Как этот интерес стимулировать Кто вам сказал, что в презентации нужно донести техническую сторону вопроса? Кто вам такое сказал? Я же вам об этом не сказал сейчас Техническую сторону вопроса нужно донести уже в карточке отдельно На презентации вам нужно сделать только одну вещь Я же вам понимаете, у меня вот, смотрите, сейчас прям простой пример расскажу Вот книга, механика и методика на 500 страниц У меня нет задачи на презентации техническую сторону У меня нет задачи на презентации сейчас сесть и с вами поработать там детально вкопаться У меня единственная задача на презентации И у вас такая же единственная задача на презентации Показать, что вы нормальный парень, либо девушка У вас нормальная продукция, вы в целом тему шарите Вы эмоционально нормально заряжены С вами можно работать Вы там рукопожатный, да, и с вами можно в дальнейшем иметь дело, потому что вы понимаете суть Единственная задача презентации Никаких технических деталей не надо давать, это вообще никому не надо Вообще никому не нужно, потому что как только это будет нужно, я вас запрошу карточку, скажу Окей, убедили, присылайте мне свою информацию по плитке, по полу, по чему там еще, по деревянным окнам Я посмотрю, если там все так, как вы говорите, либо как заявляете, отлично, мы будем с вами работать Но первая задача презентации и активно как раз таки работы, это дать эмоциональный заряд и показать, что мы с вами на одной волне Поэтому с вопросом типа, как с вами посотрудничать, ну как бы бессмысленно обращаться Имеет смысл обратиться, мы сделали карточку, мы присылаем вам карточку Посмотрите, пожалуйста, мы сделали карточку по вашей методике, все ли вам подходит, все ли вам нравится Что можно улучшить в моей презентации, либо в моей карточке Вот с таким запросом уже можно выходить на любого дизайнера, не только на меня Сказать, вот мы допустим выпускаем новый продукт сейчас, деревянные окна плюс В чем плюс? Они такие же, как пластиковые, только деревянные, стоят столько же, например Либо стоят там сколько-то, ну плюс там немного денег, например И хотим с вами посоветоваться, хотим узнать ваше мнение об этом продукте Вот плюсы и минусы этого продукта Дайте, пожалуйста, вашу экспертную обратную связь о моем предложении Вот это то, с чем можно выходить и нужно выходить И потом я такой уже смотрю, думаю, о, нормальный продукт, почему бы им не воспользоваться? Тогда я говорю, а можете проследовать подробности? Я говорю, окей, можно И у вас уже готовая карточка по вашему продукту окна плюс, например Так, наемный сотрудник и мое руководство требуют от меня, я наемный сотрудник, приводить в компанию известных топовых дизайнеров А я говорю, что лучше работать с менее известными и выращивать их, но продажи хотят сразу, как быть? Ведь у топов тоже свои поставщики и давно Смотрите, если вы наемный сотрудник, у вас много ограничений Во-первых, если вы наемный сотрудник, лучше утвердить Смотрите, как бы я сделал, если бы я был на вашем месте Я бы вам сказал примерно следующее Что смотрите, ребят, у меня есть в принципе видение Я прочитала книгу, я сходила на курс, там другие дизайнеры Ну, либо на лекцию сходила, там другие дизайнеры говорят, что есть такая стратегия То есть действовать по-другому, не как мы с вами согласовали, не как вы нам советуете И, значит, продаете эту идею То есть первое, что вам нужно сделать, вам нужно упаковать и продать эту идею Вы говорите, в целом это может сработать Давайте так, мы не отменяем мою основную работу Я работаю по ней 4 дня в неделю, 1 день в неделю, я работаю под этой темой Мы просто посмотрим, результат этой темы будет нам уже понятен через, допустим, неделю То есть сколько нужно, чтобы такую карточку написать Да не так много, заказал книгу, прочитал ее, голову, сел, записал В принципе, там за пару дней можно сделать Дальше вы стали действовать по методам, которые советуются в этой книге И говорите так, что смотрите, если в течение двух недель не будет результатов То мы забросим эту тему Если результаты будут, давайте я буду это развивать и постепенно я открою отдел развития через дизайнеров По моему алгоритму в вашей компании То есть я, по сути, его возглавлю Можно так сделать, почему нет? Можно Никто вам этого не запрещает То есть вы одновременно делаете, что они хотят и говорите, давайте попробуем Другое дело, что ваше руководство скажет нет Типа делайте, что сказано Ну, скорее всего, это тогда руководство, в принципе, не понимает Либо вы не продали идею Потому что любой руководитель мечтает Я сам руководитель Я мечтаю, чтобы ко мне пришел сотрудник и сказал Слушайте, в вашей компании не развита тема такая-то Я хочу развивать эту тему Условно, давайте я попробую Результат пробы будет вот такой Если получится, я хочу столько-то денег, например, за это И готова возглавить это предложение Все компании мечтают о таких сотрудниках Все, но таких сотрудников нет Я готов, вот лично я сейчас, если вы такой сотрудник Можете прийти ко мне в компанию Возглавить работу Вот то, что я сейчас говорю, в принципе, тоже Я готов любого человека взять из вас Если вы наемный сотрудник, если вы поняли, что я говорю Вы можете взять мою технологию И по этой технологии развивать направление Работы с поставщиками в моей компании Пожалуйста, развивайте Я буду платить вам от вашей пользы Соответственно, суммы не ограничены Любые могут быть Мы за неделю нормально продавали У нас есть уже данные, мы так работали Вопрос, что никто этого не хочет делать Либо не умеет, но это уже вопрос личного Если вы чувствуете, что хотите, умеете Можете попробовать И к руководству просто обратитесь То есть то, что вы наемный Это не говорит, что вы безвольный Нет, наоборот Я лично так делал Вот я могу сказать про наемного сотрудника Я был, когда наемным сотрудником Я пришел в компанию и договорился Что я буду работать вместо пяти дней Три дня Но я буду все успевать А два дня я буду типа за свой счет Ну не за свой счет Своими делами заниматься С условием, что я буду все успевать Вот такой-то объем работы Согласовал эту историю И потом Года три, наверное, я работал в архитектурной компании Делая Два дня свои проекты И три дня делал проекты на компанию И получал зарплату Так тоже можно Вообще договориться можно обо всем Так, следующее Если большая компания И целиком вы хотите организовать И целиком вы хотите организовать работу Дальше уже рассказывал Дальше уже дело техники Дело техники Это создание презентационных Ну, собственно, договориться с кем-то Например, с архдиалогом агентства Они уже с вашей презентацией нормально смогут выступать Ну, либо вас на презентации Это первое Второе, можно рекламу делать То есть нормальная презентация Если у вас есть лид-магнит так называемый У меня есть пример Как это сделано Не знаю, сколько у нас времени уже Все, конец, наверное Свет, сколько у нас времени осталось Пример показать Лид-магнита Что такое лид-магнит? Это то, что привлекает дизайнеров 10 минут Окей, есть время Сейчас покажу Значит, в чем там суть? В том, что ты показываешь Что-то интересненькое для дизайнеров Они все кликают, оставляют заявки Промотайте на вторую страничку Тут есть пост из Фейсбука Поставьте плюсик, если видите Я еще открыл просто у себя на страничке И там конкретно скрипт показан Этот скрипт разобран в том числе у меня в книге Я здесь показал, как можно написать письмо Либо позвонить Либо поработать с дизайнером Так, чтобы вам было интересно И дальше вы видите комментарии дизайнеру Это не я придумал Это люди Дизайнеры из Фейсбука Которые сказали Отдайте мне контакты этой компании Потому что такие вменяемые ребята Я хочу с ними работать Если очень кратко Ну, вы можете почитать потом Вот эту вот картинку Вот эту В чем тут суть? В том, что я говорю Я звоню Холодный звонок дизайнеру Говорю, что я компания Я говорю, что у меня есть для вас Специальные там Такие-то условия Такое-то предложение Я продаю ему идею Что неплохо бы было Ему это посмотреть, почитать Дальше я говорю Что у меня есть специальная методика Которую я готов вам послать То есть это некая методичка То есть почему вы не можете Сделать книжку Не такую толстую Как у меня На 500 страниц Но вы можете сделать книгу Небольшую методичку По вашей теме То есть допустим Если вы производите краски Например То есть как выбрать краски Допустим Семь мифов краски Или еще что-нибудь То есть как с помощью краски Заработать, сэкономить Снискать слабо Допустим Быть в глазах клиента-эксперта То же самое Краску меняете на Деревянные окна Зачеркиваете деревянные окна Меняете на Напольное покрытие То есть вы можете Выпустить свою методичку Основываясь на описании Своей компании И основываясь на своей экспертизе Которая будет полезна Не рекламна Будет полезна И вы можете это отсылать Рассказывать Ну как бы давать Это можно сделать абсолютно И за это можно брать контакт Соответственно взяли контакт Звоните Первый контакт Не типа Дайте мне проект Это многошаговая продажа идет Говорите Сначала вам надо ознакомиться Попасть Чтобы вас Чтобы вы попали в базу Из которой уже будут Вам давать На коммерческие предложения На просчет Проекты Дальше Естественно надо не слить То есть у вас Помимо того Что работает отдел Работа с дизайнером Вторая итерация Это должны работать люди Которые быстро считают И там нужно укоротить Своего техника Очень часто бывает Я на просчет присылаю И там мне только через неделю А через неделю Мы уже купили Все давно поставили А мне присылают расчет Вот значит Эту часть надо менять То есть в целом Если мы говорим О крупной компании Там недостаточно Внедрить маленькую какую-то часть Там нужно целиком смотреть На весь процесс Который происходит И каждую деталь Либо менять Смотреть Либо ставить заново Потому что Ну все это возможно То есть возможно посчитать Идеально Чтобы коммерческое предложение Было примерно Ну там в течение дня Лучше через пару часов С одной стороны кажется Это невозможно А с другой стороны возможно Потому что вас Никто не требует Оферты давать И потом следовать Этому предложению А вас требует Одно То есть дать Примерное Примерное понимание По цене Если у меня сейчас Спросите Любое понимание По цене Я могу сказать Сколько стоит Деревянное окно Квадратный метр Вот давайте мы спросим Сейчас у нашего гостя Сколько стоит Деревянное окно Квадратный метр Давайте Вот как вы ответите На такой вопрос Вот я дизайнер Звоню и спрашиваю Как вы ответите Очень интересно От 4,5 тысяч рублей Прикольно Ну что-то вообще дешево Потому что мы покупали За 15 То есть у меня в уме Деревянное окно Стеклопакет 15 тысяч За квадратный метр Вот у меня такие данные То есть если за 4,500 Мне уже интересно То есть что за 4,500 Ну то есть прикольно Видите вы меня уже удивили А пришлите вашу карточку Если у вас есть Да мне уже интересно Вот Опять же вы наверное Назвали минимальную Какую-то цену Чтобы заинтересовать Да это нормальная стратегия Но как бы А по факту Скорее всего пятнашка будет Вы можете в принципе Так и сказать В карточке написать Что минимально Это столько-то 4,500 Скорее всего Там в 50% Случаев Или в 80% Случаев Бывает там От 10 до 15 И суперэксклюзив Например там 30 тысяч за метр Вот Так как мы не знаем Там типа что вам нужно И вы не знаете Какие у вас характеристики Тоже будут Типа давайте посмотрим Ну уже детально Но в целом Цену вы сказали тут же Это хорошо Все супер Вот видите Вот в принципе диалог Как только мне потребовались окна Я удивился ценой И попросил детализацию Вот А нормальная наверное Цена у вас тоже будет 10-15 То есть 20-10 10-20 тысяч рублей В пятнашку в итоге влезем Ну примерно так Ну вот 12 тысяч средняя Вот супер Мы покупали за 15 Много мы делали Много мы поставляли У нас из сосны Белорусские по-моему Они у нас по 15 тысяч стоили Мы на самом деле У нас есть 3 компании Вот я вам тоже не скрою Вот еще один момент Точно Давайте под финалочку Вам еще одну прикольную вещь скажу В базе надежных поставщиков У дизайнера может быть не одна компания А несколько У нас допустим По деревянным окнам На данный момент В нашей базе 3 компании И мы когда нам приходят Задачи по деревянным окнам Мы отсылаем предложения Тоже в 3 компании Почему? Потому что все они Примерно одинакового качества Ну то есть По факту они одинакового качества Мы сравниваем Вот Но Как бы По сервису они отличаются То есть Какие-то проще Какие-то легче идут на контакт Какие-то не очень То есть По сервису у нас есть предпочтение Но по цене всегда по-разному Так получается Я не знаю с чем это связано То есть Как-то они прыгают Причем выигрывают Каждый раз разные компании То есть Кто-то говорит Ну как бы у нас там 12-15 тысяч рублей Нормально Это проходная история Кто-то в какой-то момент Говорит у нас есть скидка Мы на один дом Покупали окна со скидкой Потому что Был новый год Они сказали Вот под новый год Чуть ли не по 10 по-моему Вот так вот было И мы у них тоже заказали на дом Ну то есть Прорекомендовали клиенту Это сделать А в другой раз Эта же компания сказала Ой у нас сейчас загрузка И у нас сейчас по 30 тысяч То есть у них динамическое изменение цен То есть мне это неудобно Как дизайнеру Соответственно я ищу других компаний И в этом случае Я тогда уже устраиваю Ну как бы некий тендер Но мне приходится это делать Если у вас цена нестабильна То есть тоже Чтобы вы понимали И Это нормальная история Потому что Даже если у дизайнера На данный момент Есть какая-то компания Тоже можно к нему прийти И На случай Если та подведет Либо не получится заказать Можно быть там В числе вторых Третьих и так далее Это тоже очень хороший способ А потом понравится Может быть быть Постоянно заказывать Так ну что Было весело Интересно сегодня Заходите На Сайт Кто оформил заказ По книге Напишите что я оформил Либо кто уже покупал Напишите я покупал Будет очень полезно Интересно Мне важно конечно Чтобы вы Ознакомились с материалом Как минимум Кто хочет Напишите я хочу Но почему-то пока не сделал Тоже интересно Кто хочет Заходите сейчас Там покупать не обязательно Можете просто заявку оформить Я увижу что вы С этого мероприятия С мастер-класса И Будет вам приоритетный Разбор Тоже работ Все кто был сегодня На мастер-классе Сейчас приобретет книгу Тому я сделаю Персональный дополнительный Разбор Обычно это стоит 15 тысяч рублей Разбор такой С публикацией Те кто вот сейчас На мастер-классе Сколько у нас 49 человек И приобретет книгу Стоимость книги Небольшая 500 страниц Толстая 3000 рублей Всего стоит Я вам сделаю Дополнительный разбор И рассылку По дизайнерам Вот такой вам будет Бонус Кто досидел до конца Напишите Напишите кому это Ценно Интересно Оформляйте заказ Я думаю Будет полезно Вот вам кстати Еще один бонус Смотрите Для тех Кто прямо сейчас Здесь находится Вы тоже можете Так говорить Видите Супер предложение Я вам сказал цену Сказал что есть Цена книги Она очень Дешевая Для такого объема То есть по сути Это себестоимость печати Практически То есть Толстая Подарочная Плюс я вам сказал Еще бонус Отличный Разбор Лично Мой персональный Я разберу Вашу карточку Когда вы сделаете Либо компанию Либо продукта Стоимостью 15 тысяч Вам в подарок Видите Такое тоже супер предложение Что я сейчас делаю Ну то есть Я собираю ваши контакты Дальше вы возможно купите Мне не книгу вам надо продать Чтобы вы тоже понимали Мне важно Среди вас Выявить людей Ну то есть По факту Я могу спокойно сказать Я для чего Это делаю Выступаю Очень просто Среди вас есть большое количество Ну то есть Какое это количество Я не знаю кто Ну то есть Один, два Две компании Которые могут заказать Персональную работу Детальную По построению Отдела продаж И когда мы Этот отдел продаж Построим Мы с удовольствием Возьмем вас На дизайн конференцию На дизайн конференцию Там ценники уже Как бы Ну и повыше Стоимость инвестиции Ваши Но и Цена контакта Там получше То есть Там тысячи дизайнеров Поэтому наша задача Вытаскивать Самых лучших Готовых работах людей Для этого мы делаем Эти мероприятия И помогать им Кто из вас будет Я не знаю Поэтому я вынужден Делать это предложение Для всех Понимая Вот именно Такую же речь Вы можете сказать На своем мастер-классе Когда вы будете Рассказывать И продавать дизайнерам И не забыть это сделать Не стесняться продавать Единственная Задача Моя сейчас здесь Чтобы вы Зашли по ссылке И оформили заказ Тогда ваша жизнь Как-то изменится Это честно Откровенно Так и есть И польза Которую я дал Еще умножится Дополнительным моим разбором На этом у меня все Спасибо за то Что были с нами С вами был Станислав Орехов Регистрируйтесь по ссылочке Подписывайтесь Продолжение следует...